Драка на свадьбе в Дербенте. Во время торжества местный житель ударил ножом одного из гостей. Драка на свадьбе в Дербенте. Поезд чемпиона UFC вернулся в Дагестан. На родину прилетел новый обладатель этого титула в легком весе Ислам Махачев. Дербенте. В результате конфликта на свадебном торжестве местный житель ударил ножом одного из гостей. Полицейские задержали молодого человека, который сознался в содеянном. По его словам, он был на свадьбе в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и 21-летним жителям Хасавюртовского района случился конфликт, переросший в драку. После он рассказал, что отправился домой. Однако, позже решил, что ушел с торжества слишком рано и вернулся на свадьбу. Увидев на улице недавнего оппонента, он достал имевшийся при себе нож и нанес удар. Пострадавший был госпитализирован. В Махачкале количество автобусов, троллейбусов и маршрутных такси не покрывает потребности населения. Вопросы реформирования и цифровизации общественного транспорта города обсудили в правительстве Дагестана. Столица региона в этом году не попала в программу по обновлению агломерации. Вице-премьер Резван Газимагомедов дал поручение Минтрансу Республики и администрации города проработать вопрос таким образом, чтобы в следующем году все же войти в топ-лист участников. На сегодняшний день в Махачкале 69 регулярных маршрутов. В парке подвижного состава насчитывается чуть более тысячи транспортных средств и 34 троллейбуса. Заместитель мэра Махачкалы Хаким Машиков предложил рассмотреть возможность участия Дагестана в федеральном проекте «Чистый воздух. Экология», предусматривающим софинансирование программ, связанных с общественным транспортом на газомоторном топливе. В Махачкале, к сожалению, по своим многим, уже по факту состоявшимся инфраструктурным моментам по транспортному обслуживанию, получает баллы не очень высокие. Поэтому мы оказались в таком месте. Не прошли три наши заявки. Мы определяемся, какие параметры нам нужны, то, что по программе, то, что нам нужно. Второй момент – схемы. Актуализируйте тоже, пожалуйста, потому что схема транспортного планирования в рамках этой программы будет. Но даже сейчас, не дождаясь, пока этот проект будет сделан, посмотрите эти схемы вместе с Минтрансом, вашими службами и дайте предложение, что можно еще сделать. И третий момент, получается, по ИТС-системе, тоже проанализируйте, насколько она может у нас адаптирована к общей концепции. Мы тогда говорили, что и даже четвертый этап, он не закрывает у нас весь город. Так же мы говорили. Мы должны развивать дальше и дальше. Мы говорим только центральное ядро, ИТС-система охватит. Ну, до Каспийска охватит. А вот эта дальше часть, она у нас остается, как бы, уже мы сами должны добивать. Это тоже момент посмотреть. И последний момент, конечно, финансы. Вместе с Минтрансом посмотрите возможность, какие деньги заложить, чтобы эта у нас программа, концепция была уже принята, актуализирована. И в следующем году она у нас готова была. Обещанного ждут три года, но в случае, о котором пойдет речь в нашем следующем материале, люди ждут почти семь лет. Все дело в том, что пайщики доверились ловкому застройщику, который продал им квартиры в несуществующем доме. Подробности истории одного мошенничества расскажет Патимат Ханапова. Есть слово. Можно ли на протяжении семи лет кормить людей пустыми обещаниями и умудриться провернуть аферу на 30 миллионов рублей? Уроженец Азербайджана Рогимли Илькин Чингизаглы доказал, что можно. А обманутым остается только лишь делиться друг с другом воспоминаниями о ловком застройщике. Это вот та женщина, которая уговаривала вашего сына, не вкладывая, не доверяя этому человеку, не давая деньги. В 2015 году Рогимли с пятью другими учредителями создает ЖСК, в котором сам же становится председателем. Талант и респектабельная внешность, плюс умение входить в доверие как инвесторам, так и потенциальным пайщикам. Как итог, Остап Бендер на шагне, не имея на руках ни одного разрешительного документа на строительство, сумел продать несуществующие квартиры в несуществующем доме. Получается, фактически ни одного разрешительного документа у него не было, ни разрешения на строительство, не было внесено изменений в градостроительный план. И тем не менее, он занимался сбором денежных средств на строительство. Какое строительство, опять же, непонятно. Для чего привлекались данные денежные средства. Схема мошеннических действий Рагимли была построена на предложении о выкупе квартир в двух ветких домах барачного типа по проспекту Яракского 118 и 120. На их месте он обещал возведение фешенебельного многоквартирного дома, как рассказывают потерпевшие в общей сложности. Ловкий иностранец выманил у них около 30 миллионов рублей. Все время нам говорил одно, принимал деньги и не давал практически знать, что деньги принималось. Вот так умудрился он, вот такой дар человека убеждать людей, мы люди очень, как бы скажем, осторожные, но умудрился он нас обмануть. Этот человек совершенно, мы доверяли, он иностранный граждан. Личных средств тоже не было. Люди доверяли, что мы были здесь, дагестанцы, рядом. Этим он воспользовался, он оказался совершенным мошенник. Вот я вам говорю. Я больше всех доверял этому человеку, больше всех доверял. Кто и как будет возвращать людям деньги, неизвестно. Ровно как непонятна судьба и двух стареньких домов. В настоящее время Илькин Рагимли под следствием на горе застройщика возбуждено аж четыре уголовных дела о мошенничестве. Но обманутые инвесторы и пащики боятся, что гражданин Азербайджана может покинуть пределы республики, так как суд проявил невиданный гуманизм, заключив его пока только под домашний арест. Постоянно, то есть нехватка средств и человеку обещанную документацию, разрешительную документацию, да, от администрации он так и не получил. То есть это все затягивалось. Начали информацию получать, что он посредством без нас принимал еще средства где-то на стороне. То есть так как у него была печать, он принимал единоличные средства. Средства начали уходить, мы не смогли контролировать, он приближал под других людей, можно так сказать. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Дагестанский артист Алихан Магомед Рагимов пополнил ряды добровольцев. Об этом сообщили в городской администрации. Ашок Алихан одним из первых откликнулся на призыв верховного главнокомандующего Владимира Путина по частичной мобилизации и прибыл в Махачкалинский военкомат. Ранее он служил на Тихоокеанском флоте. Мужчина делится, что никто и ничто не способен сломить его боевой дух. Алихан, вы добровольцами по повестке? Добровольцы. Каким настроем имеете самое главное? Настроение боевое, готовое. Надо защищать свою родину. Вот и все. Другие вопросы должны быть у мужиков. Ранее где-то служили? Так точно, я служил в Тихоокеанском флоте, на острове русском. А сейчас уже к родине защиту надо готовиться. Заместитель мэра Махачкалы Багавдин Мухтаров, провожая очередную группу мобилизованных, отметил, что отвага и мужество всегда были присущи дагестанцам. Традиционно от имени граноначальника всем резервистам были вручены рюкзаки с военной экипировкой. Как раз настали те времена, когда Родина нуждается в вас. И мы желаем вам всего самого наилучшего и, конечно же, возвращения домой живыми и невредимыми. Вот вашим семьям сил, терпения, мужества. Также хочу озвучить, что у нас в администрации создан организован штаб по поддержке семей мобилизованных. И какая нужна будет помощь, они могут обратиться в администрацию, на первом этаже находятся. Новая беседка, спортивные снаряды и травмобезопасное покрытие. В Кировском районе столицы появился еще один благоустроенный двор. Поддержать праздничное настроение на мероприятие приехали детские ансамбли художественных школ и народные артисты республики. Территорию по улице Абдуразака Шахбанова, 18, мэр города Салман Дадаев презентовал совместно с коллегами и в торжественной обстановке передал махачкалинцам. Обращаясь к жителям микрорайона, Дадаев напомнил, что это одна из 23 дворовых территорий, благоустроенных в этом году в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. До вашего двора очень много было на самом деле обращений, просьб, жалоб, уже даже гневные письма начали поступать, что вот столько времени не обращают внимания на наш двор. Мы все дворы отремонтировали, только вот ваш двор не ремонтировали, поэтому подумали, что необходимо все дворы оставить в стороне и именно в ваш двор прийти, потому что наиболее здесь все востребовано и от вас есть настоятельные такие просьбы. Честно сказать, когда мы приехали сюда, в этот двор, в прошлом еще году, для того, чтобы запроектировать его, мы поняли, что вы были правы, что этот двор на самом деле нуждался в нашем скорейшем вмешательстве. А после того, как мы его отремонтировали и приехали сегодня сюда, глядя на этих замечательных детишек, которым в таком большом объеме, в таком большом количестве здесь присутствует, мы поняли, что мы не просто, не зря этот двор сделали. Вас всех поздравляю, желаю, чтобы вы каждый год осенью собирались в этот день, праздновали день, понятнее, что не открытие там площадки, а завели такую хорошую традицию, Дагестан богат традициями, которые народ сформировал, чтобы у вас завелась такая традиция, праздник добрососедства. Пояс чемпиона UFC вернулся в Дагестан. На родину прилетел новый обладатель этого титула в легком весе Ислам Махачев. В аэропорту бойца ждали сотни преданных болельщиков, в числе встречающих были и первые лица республики. Курван Рагимов продолжит. Самые теплые отцовские объятия. Ислам Махачев наконец вернулся домой. Чемпиона встречал Сергей Меликов. Здесь же в аэропорту десятки журналистов и самые близкие друзья. Свой пояс боец передает отцу. Старший Махачев немногословен, но в душе его переполняет чувство гордости. Конечно, без переживания тоже не было. Как сказать, смотрели на броженную. Все нормально, андрелла, что вот так закончилось все. Победа над бразильцем Чарльзом Оливейрой пока самая громкая в карьере 31-летнего Махачева. Более 20 лет в спорте. Приемник Хабиба Нурмагомедова врывается в элиту ММА всерьез и надолго. Впереди еще одна большая цель. Ну, меня сейчас поставили в рейтинге лучших бойцов на третье место. Я думаю, у меня сейчас новая цель стать лучшим бойцом в мире. Ну, планируют. И все тоже интересно. Говорят, в феврале хотят сделать. В феврале будет большой турнир в Австралии. И как балкановский австралиец хотят там провести. Но пока точных никаких переговоров еще не было. Я с менеджером тоже разговаривал. Он сказал, отдохни неделю, как все улажится. Потом сядем поговорим. Это победа, которая идет с детства. То есть он с детства к этому шел. В своем клубе, со своим тренером, со своей командой. Ну, я тоже в процессе присоединился. И вот результат вы все знаете. Чемпион UFC. Подготовка к бою уже длилась три месяца. То есть первый этап у нас был в Сельди. Второй этап был в Кисловодске. И третий этап 40 дней было уже в Дубаях непосредственно. Там был уже специально подготовительный этап. И уже подводящий этап 10 дней. Ну, работа не сказать, что легкая. Потому что, я как всегда говорю, спортсмен побеждает задолго до соревнований. То есть упорный труд дает свои плоды. Вы с нас! 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 Ранее лучшего легковеса мира встречают еще сотни болельщиков. Это одноклубники, соседи, сельчане и просто любители смешанных единоборств. Поддержку из родного Дагестана Махачев чувствовал за тысячи километров. К слову, один из самых эмоциональных фанатов на радостях даже разбил телевизор. Честно, мне никто не скинул контакт, но я готов ему оплатить помощь его расходу. Празднование продолжилось в одном из банкетных залов. Родные спортсмены решили собрать всех болельщиков за одним столом. Мероприятие шло около трех часов. Все это время Махачева не отпускали ни на минуту. Когда еще будет возможность пожать чемпиону руку и сделать памятное фото с его поясом? Мы очень переживали. Ну, были уверены, что он победит. Он, это последний бой, который он сделал, это останется историей спорта. Такого боя я никогда не видел, как он чисто, красиво, уверенно выиграл этот бой. Весь Дагестан, это не только матч родственники, не только лапцы, родственники. Весь Дагестан болеет за нашего ислама. Приятно. Он заслуживает этого. Конечно, это, наверное, начало этих мероприятий. Я думаю, продолжение будет и в районе, и в его родных селах, откуда он, получается, отец Бурши, мама Схолисма. Я думаю, там тоже будет продолжение. Точная дата следующего боя ислама Махачева пока неизвестна. В ближайшие две недели его ждет заслуженный отдых. А пока приятные хлопоты, общение с прессой. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин